МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит. Новости Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте. Я и мои коллеги ознакомим вас с последними наиболее значимыми событиями и в начале коротко о главном. Пока только по одному эпизоду. На лихача сбившего двух сотрудников полиции возбуждено уголовное дело. По какой статье узнаем через минуту. Жажда скорости, самоуверенности или спешка. Дагестан по-прежнему остается среди лидеров по числу аварий. Из красной зоны в зеленую. В республике сократился реестр незаконных многоквартирных домов. Сомнения, обвинения и домыслы. Почему расформировали отдел фетов Муфтиятта и чем его заменят, расскажем в выпуске. Следователи возбудили уголовное дело на лихача, сбившего двух сотрудников полиции в Махачкале. Он подозревается в применении насилия в отношении представителей власти. Проходит ли Тимур Муртазалиев по другим эпизодам, пока неизвестно. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство о его аресте. Прокуратура республики поставила на контроль проведение расследования. Напомним, накануне во время рейда сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков владелец автомобиля «Зикр» проигнорировал законные требования инспекторов. Затем на высокой скорости тронулся с места, протаранив другую машину и избив двух правоохранителей. Прокомментировал вчерашний инцидент на улице Абубакарова и руководитель ГИБДД республики на встрече с журналистами. Надзорное ведомство подводило итоги за первое полугодие. Проводились мероприятия по поимке наркоторговцев. В этот момент при попытке скрыться от сотрудников полиции вот так себя повел водитель. В итоге он был задержан буквально через совсем небольшой промежуток времени, но уже на другом транспортном средстве, на котором он успел пересесть. Поэтому все участники этого конфликта установлены и задержаны. Что касается статистики аварий на дорогах республики, то она все так же неутешительна. За полгода 146 человек погибли в ДТП в Дагестане, 11 из них дети. Наш регион, к сожалению, по-прежнему остается среди лидеров по числу аварий. Выезд на встречную полосу, несоблюдение очередности проезда перекрестков и вождение в нетрезвом виде. Согласно статистике, эти нарушения зачастую и приводят к смертельным ДТП. На этой неделе мы завершаем работу по введению строя еще 42 комплексов, которые также будут фиксировать до 8 видов правонарушений. Это и непристегнутый ремень безопасности, это непредоставление преимущества в движении пешеходу, это свет фар, это скорость, это выезд на полосу предназначения для встречного движения. То есть это новейшие современные комплексы фото-видеофиксации, которые будут установлены в рамках заключенного консессионного соглашения. Опять же, преследуя цель профилактики среди водителей транспортных средств. В Дагестане из списка незаконно возведенных домов исключено 190 многоэтажек. Об этом сообщает Министерство строительства республики. Изначально в реестр входили 457 домов. Работы по легализации будут продолжены. В настоящее время в рамках данного главой республики Дагестан Сергеем Алимовичем поручения администрациями городских округов формируется список домов, в отношении которых также вынесено судебное решение о признании права собственности для последующего рассмотрения в рамках комиссии. Также для свода данных по всем выявленным объектам Минстроем Дагестана в 2024 году внедрена автоматизированная система Акцент для работы с модулем самовольное строительство, то есть коротко из стройнадзор. При этом министерствам рекомендовано произвести снос пяти самовольных недостроенных многоэтажек. Кроме того, по 15 домам идут судебные процессы, где возможно решение не в пользу застройщика. Напомним, ранее в Дагестане была создана карта светофор, куда были включены жилые объекты, построенные с нарушениями. В зеленую зону вошли дома с решениями о признании права собственности. В желтую уже построенные, в красную подлежащие к сносу или которые находятся на стадии каркаса в низкой этажности. Более 66 миллионов рублей взыскано Дагестанским фондом капитального ремонта с начала года. Теперь общая сумма долгов составляет около 200 миллионов рублей. Организации было подано порядка 11 тысяч исков против владельцев жилья в многоквартирных домах, которые не вносили ежемесячные платежи. Большинство таких случаев были выявлены в Махачкале, Каспийске и в Дербенте. Отметим, что согласно законодательству взносы на капремонт являются обязательными. Их необходимо оплачивать ежемесячно. За несвоевременную и неполную плату начисляются пени. Создание нового отдела, который призван заменить отдел фетв. На недавней встрече детально прокомментировал муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди. В четырех округах первое время четыре представителя будут дежурить. Один доктор. Вот этот доктор будет ответственный в смене. Каждый день по один доктор будет дежурить. А дальше уже каждый день эти представители не могут. Доктора будут менять. И, соответственно, они из своих округов, если достаточно будет одного имама отправить, если необходимость будет, то двоих отправить. Это называется прием граждан. И потихоньку мы дальше будем расширяться. То, что сейчас есть, но чуть-чуть более там и в округах тоже. В результате оптимизации отдела по примирению и отдела фетв в муфтиате республики учредили новое формирование по работе с населением. В нем обязательно присутствует один из докторов исламских наук. Эти высококвалифицированные специалисты будут отвечать за работу своих сотрудников. Мы должны и с ней поговорить, и с вами поговорить, чтобы решение вынести. В одностороннем порядке мы же решение не выносим. В фондильник мы вас запишем, мы работаем с девяти до пяти работаем. В любое время, когда вам удобно, можете приехать. Новый отдел, отдел по работе с населением. Это своего рода оптимизация работы отдела фетв и отдела по примирению. И в этой связи, в принципе, ничего нового, другого в этом нет. Единственное, есть определенные поправки, которые направлены на улучшение работы. В данном случае именно какие? Вот каждый день дежурит, как было сказано, один доктор исламских наук. И также дежурят имамы районные, имамы на местах. И это что нам дает? То, что эти люди тоже люди с опытом, которые на местах знают ситуацию. И тоже работали с населением. И таким образом, несколько человек, которые имеют опыт работы с людьми, с разными людьми, с разных районов, они уже в ходе обсуждения того или иного вопроса приходят к самому оптимальному варианту решения. Новый состав отдела не является постоянным. Сотрудники в нем меняются в зависимости от графика. Каждое разбираемое ими дело доводится до логического результата. Если за день службы ситуацию не удалось разрешить, подробная информация об этом заносится в специальную книгу, и далее этим занимается следующая по дежурству группа. Сегодня было четыре обращения. Два вопроса было финансового характера. Один – бракоразводный вопрос и земельный вопрос. Польза этого заключается в том, что человек может непосредственно делиться с опытом, он может дать совет в том или иное вопрос. Точно так же он может получать здесь очень колоссальный опыт тоже. Он может, например, здесь увидеть то, как разбираются те вопросы, с которыми он не сталкивался. Создание нового отдела призвано улучшить работу с населением. Каждый обращившийся сможет получить ответ на свой вопрос именно теми специалистами, которые лучше всего разбираются в конкретной проблеме. Ведь зачастую таким человеком является районный имам вашей местности. Айша Тухаева, Шамиль Хиресулаев, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Махачкала. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также и в социальных сетях. Хороших новостей и приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова